Олег – проводник с пятилетним стажем. Он обслуживает 9-й вагон поезда «Донецк-Москва». В его рабочем месте стекла бьют несколько раз в год, говорит мужчина. Испуг, конечно, был. Если вылетает на вылет стекло, показываю медицинскую помощь, переводим пассажира, всячески пытаемся замонтировать это стекло. Разбитые стекла меняют в этом депо. Обновление одного окна стоит около 8 тысяч гривен. Испорченные вагоны приезжают сюда не реже одного раза в неделю, рассказал Вячеслав Полетаев. Смотря какое стекло, обычно 2-3 человека, если блочные окна, как на «девятке», это минут 40. Бывает и на день, и по 5 стекол. Чаще всего бьют стекла в поездах недалеко от станции, рассказал Владимир Селиванов. В основном это подвергаются пассажирские поезда, которые следуют в вечернее время. А так как у нас практически все поезда ночные, то, конечно же, случаев довольно-таки немало. Максимальный штраф за разбитое стекло – 1700 гривен, рассказали в Управлении транспортной милиции. Чаще нарушителями оказываются подростки из неблагополучных семей. Если же лицо, совершившее хулиганство, не достигло возраста наступления уголовной ответственности, в этом случае отвечают родители. Поэтому родителям, либо лицам их заменяющим, предстоит ответить по административной статье номер 184, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 20 необлагаемых налогом минимума доходов граждан. Для поимки нарушителей сотрудники милиции совместно с работниками железной дороги устраивают засады. О том, скольких вандалов задержали в этом году, правоохранители не говорят. Александр Бойко, Сергей Аганесьян, Георгий Джилевич, Евгений Красюков, Панорама.